Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей и финальный тизер четвертого сезона раскрыл нам действительно много подробностей о том, что будет происходить за пределами Хоукинса в Калифорнии, в месте куда переехали Байерсы. Многие основные события, связанные с Оди, с Джойс, агентами и военными мы с вами уже обсудили в прошлых роликах, но недавнее интервью Фина Вулфарда и Ношнапа для различных изданий, а также слитый видеоматериал прослушивания одного из актеров, раскроет перед нами новые детали сюжета, на которые в тизере нам лишь мельком намекали. И сегодня мы с вами выясним, что будет происходить в сезоне с персонажами Джонатана и Нэнси, стоят ли их отношения под угрозой разрыва и какой сюжетный кусок сериала абстрагируется от страшных и ужасных происшествий, что по словам многих актеров нас ждут и будет выдавать чистую комедию. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Итак, Финн Вулфард в промо-интервью к Охотникам за привидениями, что мы с вами обсуждали в прошлом ролике, сообщил о том, что в сезоне, помимо страшной и ужасной хоррор составляющей, нас ждет также ложка меда в виде сюжетной линии, построенной чисто на комедии. У фанатов тогда встал вопрос, кто же за нее будет отвечать. Считали, что возможно она будет относиться к Дастину, Стиву и Эрике, а также что Финн, говоря об этой линии, имел ввиду ту, в которой участвует он сам, то есть связанную с Сафербой Пиццей и Аргайлом, который предполагает быть именно юморным персонажем. И теперь можно со стопроцентной уверенностью сказать, что последнее действительно оказалось правдой. Дело в том, что в недавнем письменном интервью данного изданию шоу Биз Чиц Чиц, Нуашнап, говоря о четвертом сезоне, сказал следующее. Шоу, как и всегда, определенно делает упор на хоррор составляющую, но в сезоне также есть некоторые забавные моменты. В этот раз я буду частью менее страшной сюжетной линии, которая была действительно смешной. Я никогда еще так не смеялся и не веселился, как в этом сезоне. Как мы знаем, персонаж Нуашнапа, судя по тизеру, в дальнейшем по ходу развития событий в сериале, окажется в одной связке вместе с Джонатаном, Аргайлом и Майком, которых, опираясь на различные сливы, судя по всему, будет ждать большое дорожное приключение на пути из Калифорнии в Хоукинс, в котором, как следует предположить, нас и будет ждать море комедийных моментов. Из самых актуальных предположений по этому поводу, считают, что сподвигнуть их на дальнюю дорогу могло бы именно похищение Оди. Предполагают, что ее, несмотря на этот кадр, где она вроде бы как вернула свои силы и разбомбила военных, агенты лаборатории Хоукинса, во главе с вот этой женщиной, чью ножку мы можем увидеть в этой сцене, все-таки каким-то образом, предположим, допустим, с помощью какого-нибудь ультразвукового устройства, смогли вырубить и забрать. И, собственно, наши ребята, понимая, где ее могут держать, отправятся за ней в Хоукинс. Но также некоторые считают, что на этом кадре вообще не Оди, а один из других подопытных, которого держали в этом бункере. То есть, возможно, что-то пошло не так, и один из объектов их экспериментов вышел из-под контроля и выбрался наружу. Но в это мне пока что верится меньше всего. И я склоняюсь к варианту с тем, что правительство США просто пытается открыть в этом бункере новые врата в изнанку. К тому же на этом кадре верхняя часть одежды персонажа и прическа схожи с теми, что мы видим здесь на Оди, что намекает на то, что здесь, скорее всего, именно она. Кстати, касаемо экспериментов и детей со сверхспособностями. Пятый эпизод под названием «Проект Нина» продолжает бутаражить фантазию фанатов. Одним из самых частых предположений стала теория о том, что проект Нина – это как бы ответ русских на то, что в США благодаря экспериментам удалось сделать СОДИ. Считают, что конкретно Ниной этот проект назвали неспроста. Дело в том, что в Советском Союзе в 60-х исследовали некий феномен Кулагиной. То есть, советской женщиной по имени Нинель Кулагина, которая заявляла, что владеет телекинезом и другими аномальными способностями. Конечно, в итоге это ни к чему не привело, и многие подставили ее способности под сомнение, так как любой, даже не слишком шибко профессиональный фокусник, мог без проблем повторить все, что она показывала, но для дафферов, что стараются выдирать что-то существующее из реального мира и приплетать его к своей истории, делая ее более правдоподобной, это прям то, что нужно. Предполагают, что возможно. Именно по причине появления такого ребенка со сверхспособностями в Советском Союзе, правительство США активировалось и наказало агентам из лаборатории Хоукинса выловить ОДИ, чтобы в случае чего они могли дать ответ, то есть кто его знает, но возможно, нас может ждать бойня между двумя детьми со сверхспособностями. Или же Нина в итоге встанет на сторону ОДИ и поможет ей и остальным ребятам разобраться состязателем. В общем, так или иначе, это довольно интересная теория, на фоне слухов о том, что в сезоне нам покажут новых испытуемых, над которыми ставили эксперименты. В конце третьего сезона, нам показали весьма трогательное и романтичное прощание Джонатана с Нэнси, судя по которому, даже мысли не возникало о том, что у них будут какие-то проблемы. Казалось, что у этих персонажей достаточно крепкая связь, и они без труда смогут пережить отношения на расстоянии, с которыми ОДИ и Майк, судя по тизеру, справились безупречно. Но теперь возникли подозрения на этот счет, так как появилась парочка тревожных сигналов, указывающих на то, что отношения Джонатана и Нэнси в четвертом сезоне могут разойтись по швам. В тизере нам явно указали на то, что Майк собирается поехать в Калифорнию на весенние каникулы, чтобы навестить свою девушку ОДИ и лучшего друга Уилла. Собственно, в этом моменте смущает тот факт, что его старшая сестра, которая в финале третьего сезона состояла в отношениях с Джонатаном, разлука с которым была полна слез и печали, судя по всему, не шибко стремится его навестить, и спокойно занимается своими делами, связанными с расследованием происшествий в доме Виктора Крила. Да и к тому же, со слов очевидцев, что видели съемку сцены в аэропорту, где ОДИ, Аргайл, Джонатан и Уилл будут встречать Майка, становится понятно, что она не приедет. Также на проблемы в отношениях или даже расставания этих двух персонажей намекает слитое прослушивание актера, который пробовался на роль Аргайла, персонажа, который для Джонатана в четвертом сезоне стал лучшим другом. Джонатан в этой сценке как раз таки делится своими переживаниями по поводу того, что Нэнси не приехала. Думаю, какая-то часть меня, не знаю, надеялась, что она будет в этом самолете, типа, сюрприз, я все-таки прилетел или типа того, понимаешь? Но она даже не позвонила. А ее долговязый братишка сказал что-нибудь? Вроде чего? Ну, передал сообщение или подобное тому дерьмо? Нет. Да ну. Это охрененно жестко, чувак. Странно здесь то, что я должен вроде бы как расстроиться, но вместо этого... Не-е-е. Ты же... чувствуешь сейчас... облегчение, так? Да. Будто весь этот груз, который ты таскал с собой, просто пуф, и нет его. Разлетелся как стручки одуванчика, просто летящие по ветру. Да, точно. Точно. Видишь, ты-ты-ты видишь? Ну ты знаешь, че это? Ты-ты-ты знаешь, че это? Это... Словно пурпурная пальма. Это магия, бро! Пурпурная пальма. У тебя больше нет? Ой, ну конечно! Мой рюкзак... Вон там наверху лежит, иди возьми. Судя по этому диалогу и по тому кадру с Джонатаном, который нам показывают в тизере, становится понятно, как он изменился. Во-первых, очевидно, что Аргайл подсадил его на травку. Он стал больше кайфовать, и все свои внутренние переживания и проблемы, видимо, закуривать. Также предполагают, что, возможно, он и полностью забросил свое увлечение фотографией, променяв его на смены в той же Сафербой Пицце. Как мы знаем, исходя из третьего сезона, Нэнси, в отличие от более пассивного Джонатана, не любит сидеть на месте, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез, и нацелена выискивать и расследовать громкие скандальные события, которые помогут накатать ей разгромную и разоблачающую статью, что продвинет ее вперед по карьерной лестнице, и, возможно, в будущем поможет построить жизнь за пределами Хоукинса. Как мы знаем, отношения Джонатана и Нэнси завязались на почве общей проблемы, которую они пытались решить вместе. Они расследовали загадочное исчезновение Уилла и Барб, поддерживали друг друга, и между ними образовалась связь. Теперь же, судя по тому, что мы видим, она, очевидно, ослабла. Предполагают, что Нэнси, осознав или поняв, что Джонатан будет ее тянуть вниз, проигнорировала возможность приехать в угоду карьерному росту и своей тяге к расследованиям, которым на тот момент, судя по слитому диалогу с Аргайлом, где Джонатан утверждает, что она ему даже не звонила, Нэнси, может быть, уже была вовсю увлечена. Также фанаты предполагают, что их возможное расставание и осознание того, что они друг другу не подходят, дают все шансы Стиву, который, судя по тизеру с Домом Криллов, помогает в расследовании и до сих пор не обзавелся достойной парой возобновить свои былые отношения с Нэнси, что для части фанатов, которым нравилась парочка Стив плюс Нэнси в первых двух сезонах, станет настоящим подарочком. К тому же, как мы знаем, Стив с времени их прошлых отношений абсолютно поменялся и из дерзкого задиры превратился в обаятельную, добропорядочную нянечку, которая, как-никак, но пытается крутиться по жизни, и кто его знает, может быть тоже, как и Нэнси построила уже грандиозные планы на будущее. Ну и такой расклад событий, если дафферы не подготовили для Стива новую пассию, вполне возможен. Тогда, правда, Джонатан останется не у дел, что с одной стороны, конечно, печально, а с другой, опять же, опираясь на диалог с Аргайлом, может быть, оно ему и не надо. Но, конечно, пока это всего лишь догадки и предположения того, что возможно может быть, и будем надеяться, что Джонатан возьмет себя в руки, и раз уж двинулся в Хоукинс, и абсолютно точно к концу сезона там появится, найдет в себе силы, отстоит Нэнси и исправит сложившуюся ситуацию. Ну а что думаете вы по этому поводу? Какие теории и предположения есть у вас? Будет ли Стив с Нэнси, или Джонатан все разрулит? На самом ли деле проект Нина относится именно к русской версии Оди? И как вам наличие полноценной комедийной сюжетной линии? Пишите в комментариях. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержка канала очень важна. А поддержать канал, получая при этом приятные бонусы, можно став спонсором на моей страничке в Бусти, или на самом канале. А также просто по ссылочке на Донат Алертс. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok